Хорошие девчата «Чаплин в юбке» – так называли великую советскую актрису Надежды Румянцеву. Дебют Надежды состоялся в 1952 году в фильме «Навстречу жизни». Но признания и слава к ней пришли в 1959, после выхода «Неподдающихся». А после «Девчат и королевы бензоколонки» она навсегда останется в сердцах преданных зрителей. Данный ТОП фильмов создан по просьбе постоянного зрителя и подписчика Касима Мазитова. Смотрите только хорошее кино. Канал ТОП ЧОЙС – ваш преданный гид в мире киноискусства. Нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз еще вернется. Ваш сын. Мой. Задержан вчера вечером в нетрезвом виде. Совершил хулиганский поступок. Гражданка Сокольская, Вы являетесь свидетелем. Опознаете этого гражданина? Простите, товарищ лейтенант, И речь идет о возможной судимости за хулиганство. Ведь если товарищ Сокольская Опознает в Горяеве хулигана, То он пойдет под суд, И вся его жизнь будет искалечена. Я бы хотел, чтобы вы, гражданка, Поняли всю тяжесть ответственности. Ответственности? Нет, жалко мне, гражданин педагог, Что я не могу на вас оформить протокол За нарушение ответственности. На меня? Позвольте, а я-то тут при чем? Вы же его воспитатель, Классный руководитель. Обалдел! Когда лопату в руках держал, Мама, он умеет за ручку держать, А не лопату! А ты им не поддавайся, Сяблик. Первый день всегда ведь трудно. Ну, 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 с кем это не бывает, подумаешь? Ну, вот и все. А что ты тебя перекосило-то? Ты жених, Должен иметь бодрый вид. Ну-ка, повернись. А это зачем? Так положено. Что-то не то. На, возьми. А книгу зачем? Пусть теща думает, Что ты в свободное время Читаешь художественную литературу. А, ладно. Здравствуйте, ребята. Слушай, что этот Чиевыгин Так выребил-то-то, а? Будущей тещей пошел знакомиться. А, новенькой? Будем знакомы. Тамара, пропор, 21-го участка. От улыбки хмурый день светлей От улыбки в небе радуга проснется Поделись улыбкою своей И она к тебе не раз еще вернется. Толь, ну что ты стоишь? Могу сесть. Ну что ты сел? Встань! Они первые парни на заводе. Вот шалопай. Кто шалопает? Таланты! Но работники не очень. Опять с мостанка простай. И не собираются исправляться. У тебя совесть есть? А что? Одолжить? Впрочем, еще есть надежда. Мне поручили вас перевоспитывать. Ну и что ты от нас хочешь? Ну как что? Хоть попробовать. Надежда Румянцева. Главное, ребята, вам надо культурно расти. Юрий Белов. Облипли, а? Алексей Кожевников. Это же мировой рекорд. Учтите. Все учтем, граждане. Юрий Никулин. Брату обручай. День получки. Сегодня вы, завтра мы. Не поддающиеся. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется. А работаешь где? Кто? Я? Да так, в одном месте. Ну что, на производстве или по научной линии? В основном по научной линии. Мне страшно неловко тебя об этом просить. Но нельзя ли мне переночевать у тебя? Ты хочешь, чтобы я сказала, будто ты гениальный ученый? Нет, зачем же гениальный? Просто научный работник, рядовой. Мы же с ним вместе учились, мне неудобно. Да, тебе неудобно, а я должна врать. А мне бы очень хотелось побывать у вас на работе. Вы возьмете меня с собой? Это совершенно невозможно. Он засекреченный. Засекреченный? Ну, господи, боже мой. Физики, химики, это военная тайна. Поверь мне. Давайте, гостя. Как хорошо, что я вас встретила. Я ведь как раз к вам собирался. Да? Есть срочный заказ. Тише, сколько раз я вас спросил? А я работаю. Ставлю ответственнейший опыт. Опыт? Ой, как интересно. Можно мне посмотреть одним глазком? Ни в коем случае. Это секрет. Секрет? А дальше что будет? Ты думал? Да. Это химчистка? Да. Попросите, пожалуйста, Александра Петровича. Ольга. Мне надо с вами очень серьезно поговорить. О Шурке? Я давно ждал этого разговора. Не надо усложнять жизнь. Она и без того сложна. А жить, товарищи Гулина, надо легко. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою твоей. И она к тебе не раз еще вернется. Не поймите, лейтенант, вы же были ранены, контужены. Вам отдых нужен, покой. Ранен, контужен. Хочу в рукопашную. Истреблять живую силу противника. И все-таки придется выполнить приказ. Тут хоть и сравнительно безопасно, но не менее ответственно, чем на фронте. Кстати, вас ожидает представитель части. Познакомьтесь и примите хозяйство. Следующий. Рад познакомиться. Старший сержант Щепетильников. Специалист по материальной части. Весь личный состав ждет с нетерпением. Равняйсь! Сиром! Товарищ динам. Верное вам спецподразделение особой противовоздушной зоны построим. Докладывай старший сержант Щепетильников. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, дяденька. Отставить. Здравствуйте, товарищи бойцы. Здравия. Вольно. Вольно. Алмазова. Я. Богатырева. Я. Лялина. Я. Домбржевская. Я. Орешкина. 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 Тут. Поец Орешкина, выйдите из строя. Два наряда вне очереди. Товарищ лейтенант, разрешите вопрос? Разрешаю. Вы женаты? Нет. Крепкий орешек. Нет. Крепкий орешек. И она к тебе не раз еще вернется. Так нас, свах, надо бы на всякими разными чинами жаловать. Вот не будь нас. Ну и конец. Род человеческий прекратится. У меня такая крали есть на примете. Она вдова с большим капиталом от этого самого скучает. И даже так, я тебе сказал, у нее такая тяжесть напала. Вроде как болезнь. Сразу с докторами советоваться. А доктор ей говорит, вам, говорит, лекарства никакого не нужно. Только чтобы развлечения и чтобы непременно замуж шли. Если хотите, чтобы мы оба были счастливы, Сегодня, когда стемнеет и ваши улягутся спать, Выходите в сады. Мы их, Лукьян Николаевич, скоро увеземся. Ну, как будут согласны, так и увезем. Только бы, Лукьян Николаевич, как бы нам не ошибиться насчет... Насчет денег? Это что, на самом деле, что ли на обеих же нету почт? Вот, вот, всегда вы меня останавливаете. Уйдем, хоть помечтал бы, по крайней мере. От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга проснется, Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз еще вернется. Ой, я так мечтала, так мечтала. Балет на льду, это не просто танцулька, Это труд. Ну, осенью опять будет набор, Ну, тогда, возможно. Ну, вам же дальше! Экскурсоводы туристских машин Вы экскурсоводом? Ой, 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 ой! Да, туристских машин. Эта работа не для вас. Заправщицы на бензоколонку пойдете? А асфальт там есть? А при чем тут асфальт? Я осенью в балет на льду поступаю. Да, ну, а как же с вашей мечтой? Ну, как? Видите, тренируюсь, А осенью в балет. Вы, извините, такая быстрая, Что и не угонишься за вами. Не дожит мне до пенсии, Уговорит и увезет. Людмилу, добрый вечер Вызывают в трест по вопросу Увольнения. Как увольнение? Да не смеши людей. Субтитры сделал DimaTorzok От улыбки хмурый день светлей От улыбки в небе радуга проснется Поделись улыбкою своей И она к тебе не раз еще вернется Хорошие девчата, заветные подруги Приветливые лица, огоньки, веселый глаз Лишь мы затянем песню Как все скворцы в округе Голосами своими поддерживают нас Лишь мы затянем песню Как все скворцы в округе Голосами своими поддерживают нас То поднимаясь в гору, То опускаясь круто Лежит дорога наша И не видно ей конца И вам всегда помогут Нелегкую минуту Наши верные руки И девичьи сердца И вам всегда помогут Нелегкую минуту Наши верные руки И девичьи сердца И рано на рассвете И после трудной смены Веселые запевки В нашей комнате звучат Скажите нам, ребята Скажите откровенно Было слушно, наверное На свете без девчат Скажите нам, ребята Скажите откровенно Было слушно, наверное На свете без девчат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok